Встреча с экипажем ГИБДД оказалась смертельной. Загадочная гибель охотника в Воскресенском районе. 60-летний Василий Мазин ехал на охоту и при себе у него, естественно, было ружьем. Но, как говорят очевидцы, не было прав. Ее установили сотрудники ГИБДД, а вот дальше события развивались крайне странно. Непонятно как, но Василия Мазина обнаружили с огнестрельным ранением в голову рядом с патрульной машиной. Вот здесь. Приезжал я мимо, видел. Стоит машина ДПС. Здесь перегородил дорогу. И рядом с ним лежит человек. Я спросил, что случилось. Я говорю, кто сбил, что ли, кто его. Да нет, он застрелился. Присмотрелся, смотрю, лежит человек, рядом с ним ружье. В восьмом часу поехал с зайцами на охоту, с собачками. Все вроде было спокойно. Полиция его задержала. Они стояли там обычно, на деревне Якшиха, поворот. И он поехал, и тут его остановили. У него не оказалось прав с собой. Поехали вместе за правами с полицией. Полиция, если бы он пьяный, они бы его за руль не посадили, как обычно. А тут поехали все вместе. Остановился, вышел с ружьем. И вот что там дальше получилось? Говорят, что он сам застрелился. Я считаю, что это не самоубийство никакое. Выстрел-то пистолетный. Выстрел был в левый глаз. Глаз оказался как бы наружу, на выкате. То есть из ружья как-то так застрелиться, я вот, честно говоря, не понимаю. Как можно произвести такой выстрел? Ну, застрелиться, если из ружья застрелиться, головы бы не было. Я тоже охотник. И дробью, и всем голову, полголову бы снесло. Потом ружейный выстрел, он же связан с пороховым зарядом, будем так говорить. Выходит много огня из ствола в первоначальной стадии. А на лице следов пороха я вот, например, не видел. Лицо нормальное. Я думаю, что это не самоубийство. Очень много народа там было, присутствовало. Фуражки большие ходили, будем так говорить. Понимаешь, если бы человек застрелился сам, наверное, такого бы ажиотажа не было. Это безобидный человек-то был вообще, вообще не скандальный. Он всегда старался все на ней цвести. Что есть, то есть. А теперь могут представить его каким-то монстром. Человек не был в слове суициду, это однозначно. Потому что он был всегда жизнерадочный, жизнелюб. И детей любил, и внуков любил, и жить любил. Да, никогда он не скандалил, ничего такого за ним не водилось. И, понимаете, для меня представить себе ситуацию, что он там, не знаю, достал ружье, и, например, пытался пугать этих сотрудников ДПС этим ружьем. Если охотник ружьем, мне кажется, тут как-то выше моего понимания. Ну, в принципе, сотрудники полиции, они правоверны. Если на них, может, он ружье на них настаивал, я не знаю. Если он действительно угрожал им, они могли выстрелить. Тем более, был вооружен человек. Как сообщили в полиции, сотрудники ГИБДД в это время проводили профилактическую операцию. Против чего не сообщается. Как, в общем, и дальнейшее развитие событий, они комментируют очень туманно. Для проверки документов был установлен автомобиль УАЗ. Водитель автомобиля с охотничьим ружьем вышел из салона и произвел некоторые манипуляции с оружием, после чего упал. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь, врачи, которые констатировали смерть мужчины. В следственном комитете заявили, что проводят проверку. Несмотря на то, что погибшего охотника уже похоронили, следователи говорят о том, что будут проводить все необходимые экспертизы. Рассматривают все версии произошедшего. Все версии нами отрабатываются. Проведены необходимые осмотры, необходимые объяснения, отобранные от граждан. Назначены необходимые экспертизы медицинские, криминалистические.